Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Рязанов Матвей, и в этом выпуске я закончу топ 5 лучших обновлений 2021 года в игре Best Twins. Я расскажу вам в этом видео про два оставшихся места. Второе место и первое. То есть вы узнаете, в какое обновление самое лучшее и в почти самое лучшее в моем топе. Что же, стоит еще раз напомнить вам, что этот топ основан только на моем субъективном мнении, в котором он может отличаться от вашего. Что ж, не буду тянуть, давайте скорее начнем. На втором месте апрельское обновление. В нем было добавлено аж целых 5 стиль. Значит, начну с первого. Это был шут Джин. Очень яркий и в позитивный стиль. Особенно для Джина. У него такие все какие-то стили яркие, красивые. Это, наверное, один из лучших на Джина. Анимация там вообще крутая, особенно победы. Эффект тоже есть, да и сам он выглядит таким оптимистичным и радостным. Прямо как для весеннего настроения. Второй стиль. Сэр Исаак Ньют. Вот тут вот как-то, ну, не совсем все правильно. Образ ученого, конечно, подходит под Ньюта, но тут нет ни звукового эффекта измененного, ни, чтобы так сказать, крутых анимаций. Естественно, что анимация победы чуть-чуть, конечно, такая крутая. Там подлетает так яблоко. Ну, вообще, да как-то он не совсем так прямо крут. Из этого обновления это, наверное, один из худших стилей. Да, у него есть еще пассивная анимация. Что такое пассивная анимация? Это та анимация, которая происходит, когда вы не снимаете блоки. То есть вы на него можете смотреть, и у него будет происходить анимация. Он так задумывается и приоткрывает рот. Но это тоже как-то его не особо спасает. Третий стиль – это бар-темпер. А вот этот стиль как раз уже вносит что-то такое свеженькое в коллекцию стилей темпера. Да, этот стиль имеет измененный звуковой эффект, крутую анимацию, да и вообще в нем все на высоте. Темпер – такой бард. Он такой красивый, такой в средневековом стиле сделан. Мне, если честно, нравится этот стиль. Он один из лучших на темпера, да, и один из лучших, в принципе, в этом обновлении. Четвертый стиль – это виспер-кондитер. Ну, тут тоже я могу сказать, что не очень хороший стиль именно для виспер. Так вообще он красивый, анимация есть, все. Но вот, да, слишком много белого в одном стиле. То есть виспер как кондитер, ну, по сравнению с другими, там двумя-тремя стилями для виспер, этот мне нравится как-то не особо. Пятый стиль можно купить за 17 долларов. Он до сих пор доступен, его можно до сих пор купить. Появился он тогда и называется «Охотник за наживой Бэм». Конечно, стиль крутой, учитывая, что у Бэма всего два стиля. Вот еще один и вот этот. Этот, конечно, такой крутой, измененная, естественно, анимация и звуковой эффект он имеет. Неплохой. И за свою цену, я думаю, что он стоит своей цены. Да, его можно покупать за его цену. Шел тогда мир Болота Фарсета. И там уровни были такие средненькие. Были, как обычно, полусложные, полулегкие. То есть, как всегда, все среднее. Но тут еще была добавлена 36-я область Хиротура. 30 новых уровней. И эта область называлась «Кристальные холмы». Там были просто нереальные уровни. Это, наверное, самый сложный или один из самых сложных хиру миров. Это, наверное, еще, может быть, еще даже покруче, чем «Трясина контрабандиста». Чтобы пройти все эти новые 30 уровни, я использовал мегаусилитель. Да и то еле прошел. Там оставалось по одному-два хода, когда я выигрывал. Если на обычных уровнях, которые я выигрываю с мегаусилитель, я может остаться 20-25 ходов. Награды за 30 уровней были такие. 25 золота, 25 ключей и 6 часов бесконечной энергии. Даже не вип-статуса, а только бесконечной энергии. А когда-то вместо этих 6 часов давали 500 алмазов. Пока алмазы не исключили из игры. Причем на прохождение этой области хиру с усилителями я потратил 180-200 золота, а получил всего 25. То есть это как-то не очень прибыльно для меня. И в целом, наверное, для многих. Я думаю, что многие или очень долго мучились, или вот так растратили многовато золота. Может, это обновление попало бы на первое место. Я вообще люблю весеннее обновление. Да, мне очень нравится весна. Я весну люблю, и мне весеннее обновление очень нравится. Но вот этот хиру тур, наверное, все добил. Все вот этот именно вот хиру, новая эта область, хиру тура. И, ну, средненькие уровни, а также еще вот эти два не очень мне нравящихся стиля. А лидером данного топа является июльское обновление. Да-да, это такое очень солнечно-яркое обновление. Как же оно могло и не попасть на это место? В нем было добавлено 5 стилей. Да, уже снова 5, как и в апрельском. Из-за этого вот оно оказалось здесь. Если бы в нем было, например, меньше стилей, оно бы, конечно, оказалось ниже апрельского, в котором уже тоже 5 стилей. Давайте начнем опять со стилей. И вот первый называется «Тет де Полеон». Это стиль для Лаполеона, типа такой французский «Тет де Полеон». И там вот как раз в списках заданий Лаполеон говорил с французским акцентом. Это если вы играли, может, помните. Мне очень понравилось. Я тогда много выполнила списков заданий. Стиль такой очень кайфовый. И анимация тоже крутая. И звуковой эффект тоже у него есть. Довольно мощный стиль, но не самый лучший для этого парня. Второй стиль – это содовая поп, ну или пеп. Мне больше так нравится поп. Содовая – это типа такая газировка есть, содовая. А не с содой, да, хозяйственной. Это такая она попивает лимонады, сидя в кресле под зонтиком. У нее нету нового звукового эффекта. Ну, то есть крутейшая анимация. Все у нее на высоте. Ну, я бы не сказала, что это прямо такой самый лучший стиль на поп. Но один из них, да, яркий, летний. Мне он очень нравился. И нравится сейчас тоже. Третий стиль – это Либерти Эленор. Да, его название таково. Здесь Эленор предстает в образе статуи свободы. С английского Либерти переводится как свобода. Из-за этого, ну, типа Эленор – свобода, или свободная Эленор. То же самое, что Либерти Эленор. Стиль неплохой, только уж очень он андотонный. Хотя анимация у него крутая. Эффекта нет, а вот звукового эффекта нет. А вот анимация победы, там вот когда в уровне, там еще рядом с ней бьют такие фейерверки. То есть это, наверное, лучше стиль на Эленор, я бы сказала. И это вроде бы один из самых высоких жуков в игре. У нее вот она держит этот факел, и он такой очень высокий. Но стиль мне очень-очень нравится. Четвертый стиль – это скейтер снэп. Суперский стиль, имеющий крутейшую анимацию и звуковой эффект. Для снэпа это, наверное, тоже один из лучших стилей. Мне он очень нравится. Выиграл я его не так легко, как, например, скажем, Тетт Деполеона. Однако все равно мне он нравится. Он очень крутой. И было добавлено также задание для жука с 30 новыми уровнями. Ну, там 30 уровней. Если вы выигрываете все 30 уровней, то вам дается стиль средневековый лось. Стиль очень крутой. Опять-таки имеет пассивную анимацию. Он вот так у него меч, он вот так с мечом, а потом он меч убирает, достает щит. И наоборот, щит убирает, а потом достает меч. Это, наверное, одна из лучших пассивных анимаций. Стиль также очень-очень крутой и, наверное, лучший для лося. Была также вторая настольная игра «Гонка за мороженым». Ну, это, в принципе, вторая настольная игра и вторая же «Гонка за мороженым». Награды там были тоже крутые, но мне удалось обслужить намного меньше клиентов, чем я обслужил в первой «Гонке за мороженым». Единственная радость, что меньше было звезд до мегакубика. Меньше нужно было выигрывать уровней с первого раза. Тогда была трясина контрабандиста, и вот именно в тот период были какие-то такие уровни не очень тяжелые. То есть в самом начале трясины контрабандистов в июньском обновлении были адские уровни, и в конце трясины контрабандиста в августе были адские уровни. А вот в июле были уровни какие-то средненькие. Это была какая-то золотая середина. Вот тут уже точно в прямом смысле этого слова. Ну вот я и рассказала вам про весь топ-5 лучших обновлений 2021 года в игре «Бестфинс». Я надеюсь, вам понравился мой топ. Значит, я уже вам, в принципе, рассказала про все лучшие и худшие обновления в 2021 году. Что же, теперь мне еще осталось вам рассказать про топ стилей жуков 2021 года, те, в которые были добавлены в игру в 2021 году, и топ новых жуков в 2021 году, которые были тоже добавлены. Это я сделаю следующие два выпуска. Надеюсь, вы их посмотрите. Они тоже будут очень интересными, особенно топ стилей. Рекомендую вам уже заранее подписываться на канал, ставить лайк, чтобы не пропустить эти два новых видео с итогами 2021 года. А с вами был Рязанов Матвей. До новых встреч. Пока-пока.